Ребят, ребят, всем привет, это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров, Сагиров Иван, и мы продолжаем играть. Дальше, дальше. Да, ребят, у меня был в прошлой серии просто мега фейл. Многие мне написали, действительно, как, как, вот, вот, как можно было не заметить, что в той локации нужно было идти просто в тени, а на свете это просто дамажит. Я не знаю, это, наверное, только я. Только я единственный, который так тупит. Ладенько, ребят, продолжаем дальше. Мы сейчас проходим сумерочную гробницу. Я, я пытаюсь стать гильдии воров и вернуть скелетный ключ. Не знаю, получится или нет, потому что тут какие-то загадки. Я прочитал дневник. Ничего, не понял. Ну, если что, мы перечитаем. Услышим еще, как я ужасно читаю. И так, 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 сейчас все вам покажу. Так, мы сейчас в сумерочной гробнице. На карте она находится вот здесь. Задание, какое у меня там выпил. А, возвращение сумерок. Пройти путь паломника. Тут вот эти вот тени, соловьи, которые свихнулись. И мы их будем, ребят, расстреливать. Да, зефира, зефира, зефира. Система. Настройки у меня, в принципе, как всегда, да, играют. Да, как всегда, новичок. Я просто там один миф проверял сегодня. В рубрику секреты Скайрима. Но он не прошел. Почему я там бегал на новичке. Ну, все. Все, все. Ребят, легенда. Легенда я играю только на легенде. Ну, стараюсь. Ну, что ж, давай. Эликсир лучника. Давай посмотрим, сколько сейчас стрела. 40. Ну, это, в принципе, понятно. И зефир 346. Нормально. Нормально, нормально. Еще трехкратный выстрел. Ага. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Так, мы нормально так побежали. Эй. Попаду, не попаду. Ты видел? Ты видел это? Это, это... Блин, ладно. Не, ну просто, просто повезло. Я так рассчитал круто, что... Попал прям, 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 прям. Не могу. Ладно, ребят. Погнали дальше. Так. Тут у нас... Ага. Че-то не могу зайти. Хм. Ты смотри. А, я, наверное, слишком толстый. Просто не могу пролезть. У меня такое ощущение, что это еще одна загадка. Какой-то водопадик. И что-то нужно там сделать. Давай-ка немножко тут осмотримся. Что это? О-о-о-о. Е-е-е-е. Замок, 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 замок. Че? Неизвестно. А че-то? Че-то он ничего не прокачал. Ну, все понятно. Все понятно. Это из-за того, что... Ой, стрела, 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 стрела. Это все из-за того, что я уже ее читал. Так. Ну, и меня спрашивают, как там Ванюша. С Ванюшей все хорошо. Все хорошо, друзья. Мы мало спим и высыпаемся. Все отлично. Да, растет малыш. Ванюша это мой сынок. Ну, так-то не знает. Так. Стоп-стоп-стоп. Нет, нет, нет. К них нет дорогих. Бакал. Ну, зачем я его забрал-то? Ладно. Посмотрим, что тут у нас. Две мирах. Нет, нет. Это мне не надо. Драгоценный камень. Кинжал и череп. Что тут, блин, за ритуалы? И что это такое? У меня такое ощущение, что тут что-то нужно сделать. Педестал, знаешь, как будто боги на таких педесталах, но почему-то его тут нет. Может, мне нужно встать на него? Я неплохо смотрюсь. Так, ладно. И здесь, здесь кошелек с монетками. Ой, смотри, а что это такое? Ты видишь, тень как-то заглючила. Прикольно. Ладно, ребят. Тут у нас крабик. Волк. Видимо, тут обитали соловьи. Ладно. Уходим. Уходим, уходим. Давай, я сохранюсь. Сейчас собираю стрелы. Просто там какая-то дверь с топорами. Я туда не пошел. Я нырнул вот сразу вот сюда. Только зачем, спрашивается. Это просто какая-то отдельная локация. Тут что-то нужно было найти. Тут что-то кто-то спрятал. Или... Или тут нужно было что-то сделать. Ладно, друзья. Давай, погнали дальше. Я думаю... Сейчас знаю, как я там пройду. Я использую крик бесплотность. Может, здесь какой-то еще проход был? Да нет, никакого прохода нет. Или есть? Что это? Не понял. А, это получается мы просто-напросто обошли, да? Ееееее, красавчики. Вот, вот. О, блин. Чуть-чуть не принял я удар. Ладно. Давай сразу бесплотность уберем, потому что... Вдруг понадобится безжалостная сила. Или нет? Нет, нет, нет. Давай более эпично. Давай. Давай склончик. Так. Да ладно. Мы переходим в следующую локацию, друзья. И... Оооо. Это да. Какой-то такой фиолетовый оттенок, да? Что-то новенькое. Не знаю. Раньше такого фиолетового я не видел в пещерах. И это... Это... Это как-то страшно... Манит. Манит. Ну да. Ощущение. Блин, ну почему Skyrim такой классный, а? Я уже написал. Тут реально хочется стереть себе память. Ну, именно по Skyrim'у. И пройти его заново. Опять, опять. Знаешь? Слушай, такой, знаешь, как будто друг тебя встречает. Слушай, тут есть такая игра Skyrim. Она вышла в 2011 году. Ты такой, да ладно, что это за игра 2000... Ну, ты знаешь, ее в 2016 году обновили графику, так что можно залипнуть. Плохо. Ты такой, ну что это? Ну ладно, ну ладно, давай. Давай, скинь мне в Steam. Я посмотрю. Или ладно, куплю. Она не сильно такая уж дорогая. А потом... Я в это не играл! Ну, через время. Блин, ну есть такие люди, которые не играли. Почему, почему Bethesda... Стой. Погоди. Я что-то припоминаю. Мне что, вниз нужно? Я не знаю, но там какие-то косточки. Такое ощущение, что туда мне не надо. Так, я сохранюсь, ребят. Я хочу сохраниться. По-моему, сюда. Только я не помню, что нужно дальше делать. Это Андерсон? Или что это? Железный кинжал углей. Записка Андерса. Да! Ну, давай, прочитаем. Записка Андерса. Не понял. Что это такое? Я первый раз открываю записку, и чтобы там ничего не было. Может, знаешь, это какая-то такая древняя записка. На нее нужно пописать. И там проявится цвет. Ну, те же чернила. Не знаю, почему я сказал пописать. Ладно. Так вот он куда-то дошел. Но дальше, к сожалению... У нас есть ключ. А у него ключа не было. Так вот как-то непонятно все... Я увидел... А, я, наверное, показал ей ключ. И она меня пропустила дальше. Ой, стой. Замок Черного озера. А-а-а-а! Мы сюда должны вставить ключ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же тут эпично! Так, дай-ка я тут немножко осмотрюсь. Это ворота такие. Какие-то глиняные двери. Не знаю, как-то раньше вообще никогда Такую текстуру не видел. Может, это только здесь? А что наверху? Ага, просто заканчивается локация. Ну что ж. Давай вставим скелетный ключ. У-ху-ху-ху-ху! Ну-ка, что у нас тут такое? Ох, сколько лет прошло с тех пор, как я ступала по вашей земле. Или, может, не лет, а секунд. Это так легко забывается. Вау! Ключ украли в очередной раз. И очередной защитник возвращает его сюда. Да! Теперь, когда я вонер восстановлен, ты стоишь передо мной, ожидая, когда тебя похвалят. Погладят по головке или поцелуют в щёчку. Да, вряд ли. Тебе не дано осознать, что твои действия были ожидаемы и являются не более чем выполнением твоего соглашения. Хм. Не думай, что я гневаюсь. В конце концов, свои обязанности ты выполняешь полностью. Но мы с тобой знаем, что ни честь, ни долг, ни верность тут и рядом лежат. Главное, наградный приз. Не бойся. Ты получишь свои побрякушки. Удовлетворишь жажду богатства и могущества. Я предлагаю не спить тебе из чёрного озера смертное существо. Ибо именно так рождается последователь Ноктюрна. Клятва принесена. Жребий брошено. И твоя судьба ожидает тебя в царстве вечно тень. Прощайся. Делай так, чтобы ключ больше не крали. Хорошо? Хорошо. Блин, у неё такой пафосный вид. Ну, что, ребят? Я рада, что тебе удалось благополучно вернуть ключ на место. Корлия. Ноктюрна, похоже, довольна тобой. Ноктюрна, похоже, довольна тобой. Довольна. Она просто излучила равнодушие. Я бы на твоём месте не принимала этого близко к сердцу. Она всегда такая. Думай о ней, как о суровой матери, которая постоянно подталкивает тебя на пути к успеху. Она лишь кажется сердитой. Поверь мне, если бы она была тобой недовольна, мы бы сейчас не разговаривали. Ты говоришь, я могу стать поборником Ноктюрнл? Ноктюрнл. Круги у основания чёрного озера дают тебе силу соловья. Узкий серп луны знак поборника тени. Полумесяц поборника обмана. А полная луна поборника раздора. А все три сразу взять нельзя? Так Ноктюрнл поддерживает равновесие. Если тебе захочется изменить свои способности, ты можешь вернуться в гробницу и вступить в другой круг. Но помни, изменять выбор можно не чаще одного раза в день. То есть, друзья, это обалденно. Мы, когда хотим, берём то, что нам нужно. Взяли сейчас тень, играем за тень. Взяли воина, берём воина или для мага. Это обалденно, ребят. Это просто обалденно. И что теперь? Теперь начинается твоя новая жизнь. Жизнь соловья. Если возникнет нужда, тебя призовут в гробницу, чтобы защищать её. А ты? Гильдия приняла меня с распростёртыми объятиями. Кажется, пустота в моей жизни наконец заполнена. Надеюсь только, что это не конец истории, а её начало. Начало какой истории? Ну, например, истории величайшей серии Краш в Скайриме. Карманы богачей набиты монетами, а сундуки ломятся от сокровищ. Всё это так и бросится в руки. Мы, конечно, соловьи, но в душе мы воры. И очень хорошие воры. Как ни крути. Расскажи мне о соловьях. Гал, Мерсер Фрей и я были когда-то членами так называемой Соловьиной Триады. Триада распалась 25 лет тому назад, когда Мерсер Фрей предал нас, убив Галла и бросив его тело в разваленных светилищах снежной завесы. Немножечко вспомним историю. Они входили в гильдию воров. Опосредованно. Триаду обычно выбирают из членов гильдии, хотя само её существование тщательно охраняемая тайна. Какова их цель? Соловьи охраняют храм Ноктюрнул, сумеречную гробницу. Кто такая Ноктюрнул? Она, госпожа ночи и тьмы, покровительница всех воров в Тамриэле. Я первый раз слышу, что воры кому-то или кому-то поклоняются. Ноктюрнул не нужно поклонение и почитание. Никаких жрецов и проповедей. Никаких обрядов и пожертвований. Она влияет на нашу удачу, но требует оплаты взамен. Как гильди? Соказ гильдий. Разница только в том, что она не требует оплаты в обычном смысле слова. И цена иногда бывает очень высока. Известно тебе это или нет, именно Ноктюрнул дарует вору успех. Да, да, да. И опять нужно посмотреть с другой стороны. Приходилось ли тебе подмечать, как ведет себя наша удача? Иногда вор-новичок вскрывает сложнейший замок, а иногда слепой вдруг хватает тебя за руку, когда ты лезешь к нему в карман. Так незримо влияет на нас Ноктюрнул. А я вот думаю, может быть, благодаря тому, что мы выполнили и вернули ключ герою, ну и самой гильдии, ну и саму герою, на протяжении всех дальших приключений может дается еще какая-то удача. Ты об этом не задумывался? Ну да, помимо того, что у меня есть корона, это отдельный перк, в которых я достаю драгоценные камни в урнах, в сундуках, очень много. Но, может быть, просто есть еще какая-то дополнительная удача. Ну, не знаю, найти какой-то лут, тебе чаще будут вылетать криты. Может быть, именно сейчас, когда я вернул величие гильдии и стал или стану главой гильдии в воров, то удачи будет больше вообще. Хм, если ты что-то об этом знаешь, напиши, друг, обязательно напиши. Похоже, она просто хочет нас помучать. Прихоти Ноктюрнул великая загадка для всех. На эту тему написаны целые фолианты. Взимаем ли она плату, когда мы умираем? Когда мы страдаем, радуется ли она нашему горю? Никто не знает. Но овчинка точно стоит выделки. Так, ну что ж, расскажи мне о поборниках тени. Ну, я думаю, тень это именно для вора. Обман, раздор, это, честно говоря, нужно смотреть. Обман, может быть, это будет... Хотя, честно говоря, обман тоже для вора нормально подходит. Раздор, это, наверное, для воина. Хотя неизвестно. Давай, тени. Поборник тени умеет оставаться незаметным. Он умеет управлять тьмой и использовать ее себе на благо. В лунной ночи или в темных комнатах он становится невидимым в буквальном смысле. Ладно, расскажи мне о поборниках обмана. Поборник обмана использует тень, чтобы сбивать толку окружающих. Сплетая узоры тьмы, он подчиняет других своей воле и может заставить их некоторое время драться за себя. Расскажи мне о поборниках раздора. Поборник раздора может посылать щупальца чистой тьмы в сердца своих противников, причиняя им большой урон. И в то же время эта нить укрепляет его собственную жизненную силу, делая его сильнее. Выбери свой путь и твое странствие завершится. Плащ теней? Открыто достижение. Подожди, а что мне добавилось? Одежда, одежда, одежда. Или что это только что было? Я не понял. Какой-то плащ теней. Может, это просто какая-то перка мне добавилась. ПЕРК. Короче, не знаю, ребят. ПЕРК. И я? Да. Я боялась, что никогда тебя не увижу, что ты станешь таким, как остальные. Если бы не этот соловей, твои опасения не оправдались бы. Мы ему крайне обязаны. Что ты будешь делать теперь, любовь моя? Ноктюрнелл призывает меня вечно тень. Мой контракт выполнен. Увижу ли я тебя когда-нибудь? Когда твой долг перед Ноктюрнелл будет оплачен, мы снова будем вместе. Прощай, Гал. Смотри в оба, иди в тенях. До свидания, король. Как же круто, когда все заканчивается здорово. Обожаю хип-энды. Я не знаю, друзья, я не сторонник драмы, серьезно. Мне всегда нравятся классные концовки. Те, что приносят позитив, только позитив. Ну что ж, получается, я вот сюда должен встать, да? И что? И теперь я получил? Ага. Ага. Так, стоп, подожди. Я так и не понял. Ну, я выбрал вот этот вот. А, подождать сутки. Я уже, а, все, все, я уже получил. Ну что ж, давай посмотрим. Давай посмотрим, что я получил. Что за способность магия таланты. Я правильно понимаю? Черный секрет северный ветер. Нет. нет. Вот. Плащ теней Ноктюрнал. Вот. Подкрадывайтесь, вы автоматически становитесь невидимым в течение 120 секунд, друзья. Давай его активируем. О-о-о-о. Так я, так я просто, я постоянно, ты посмотри, как круто. Это, это постоянный эффект. То есть, как только мы крадемся, мы сразу становимся невидимыми. О-о-о-о. Ребята, честно говоря, мне кажется, это какой-то ебовый. Если у тебя будет прокачана скрытность на 100%, это что-то невероятное. Обалдеть. Да, нужно будет потом еще, ну, скорее всего, когда я буду играть за вора, о, как, за какого раза воина, я возьму что-нибудь другое. Ну, честно говоря, за воина будет круто, когда у тебя будет мало-мало жизни, знаешь, прыгнуться и свалить с поля боя, чтобы тебя никто не замечал. Ну, согласись, это классно. Ладно, друзья, давай я сейчас вернусь обратно, обратно-обратно домой. В Рифтен, Гильдии Варам, Гваров, блин. Честно говоря, можно было вчера, да? Можно было вчера завершить, там совсем чуть-чуть оставалось, но ладно, тут много диалогов, должен был такой вот хипен быть какой-то классный, блин, не знаю, реально классное совершение этого квеста. Ну да, еще много, еще много мне проходить за воров, но я вот эти вот, как я вам говорил, побочные квесты при вас не буду завершать, потому что очень их, очень-очень много, если что, оставлю только главные, а мы дальше, вот небольшой спойлер, отправимся, возможно, возможно, отправимся по главному квесту, немножечко пройдем. Нужно что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что это? Ее тут не было, да? Или она тут была всегда? Или мне глючит? Она была тут или нет, ребят? Напишите, пожалуйста, потому что я как-то вообще не обращал внимания, потому что после того, как я благословение Ноктюрного. Аж какое еще благословение она добавляет нам? Разное, подожди, нет, нет, не то, не то, не то, активное, активное благословение. Толочник, это не то, легкая броня, взлом, запас сил, соловьиное, пламя, дракона рожденного нужно поменять, отдых моряка, это прошли крутой квест, огненный дух, искатель силы, боевые навыки, знак вора, знак воина, подожди, а что нам не сэффект давали, я так и не понял, таланты. благословение, ноктюрнелл, не знаю, ребят, просто не знаю, или я вообще слепой, как всегда, плащ теней, так он у меня уже есть, да нет, это не то, корни могущества, ассасина, корстага, у меня еще, кстати, есть два раза, роды жизни, огонь, аморы, ладно, я не знаю, я, наверное, дублю его всегда, рад видеть тебя живым, парень, я просто хотел поблагодарить тебя за все, гильдия снова встала на ноги, и бодро шагает к светлому будущему, вперед, а куда делся скелетный ключ, ключ вернулся в гробницу, вот и хорошо, я ведь столько лет беспомощно наблюдал, как гильдия угасала, ну хватит уже, я уверен, что под твоим руководством, у нас скоро будет больше золота, чем мы сможем потратить, где ты будешь теперь, я буду здесь, буду координировать все с Делвином и Векс, чтобы к нам продолжали течь деньги, и никто не крысятничал, если захочешь размяться и выйти на дело, наверняка Делвин и Векс, подберут что-нибудь для тебя, в общем, было очень приятно с тобой работать, дружище, выпьем за будущее гильдии, да, чтоб стояло еще тысячу лет, даже больше, даже больше, ну что ж, друзья, нет, ее 100% скорее всего тут не было, будем собирать коллекции, все больше и больше, не больше, и дальше, скорее всего, я пройду по главному, по главному адресу, господи, по какому адресу, просто смс-ка прислал, прислал один товарищ, кому это заказывал, и говорит, пришли мне адресы, я вот это вот, ладно, друзья, не знаю, посмотрим, главное, когда я пришел сюда, тут было все нараспашку, а теперь закрыли, непонятно, ладно, ребят, ладненько, посмотрим по настроению, насчет война, насчет война, все нормально, друг, я думаю, уже чуть-чуть осталось, до той поры, когда я начну переходить, именно на война, я буду пробовать война с щитом, я буду пробовать война с двуручным оружием, и будет невероятно круто, и больно играть на легенде, все, друг, если тебе понравилось, подписывайся, ставь лайк, и комментируй, заходи, я недавно начал активировать свои соцсети, это инстаграм и твиттер, заходи туда, подписывайся, там я буду часто все обновлять, также группа, и если ты порекомендуешь, мое видео внизу в соцсетях, господи, я как всегда, просто порекомендуй мое видео в соцсетях, я тогда стану чуть-чуть популярнее, и буду пилить более качественный контент, пока, друг, пока, и спасибо тебе,